Сегодня поздравления принимали не только отцы, но и самые красивые многодетные мамы. На красивой ноте идет к завершению недели родительской любви. Состоялся грандиозный финал третьего республиканского конкурса красоты, краса Беларуси. Позади у 20 супермам, 7 дней приятной конкурсной лихорадки, мастер-классы, смотр талантов, километры дефиле и вот она, финишная прямая. Кто стал победительницей марафона красоты, расскажет Виктория Шаркова. Моя мама самая добрая и красивая. Всю неделю супермамы находились вне зоны комфорта не только ради успешного штурма подиума. Они объединились, чтобы развеять стереотип о том, что понятия красивая женщина и многодетная мама несовместимы. У большинства из них три ребенка, это минимальное условие для участия. У трех красавиц по четверо, а у двоих по пятеро детей. И сегодня их семьи пришли на финал с одной целью – поддержать любимых. Очень почетно, что моя супруга участвует в этом конкурсе. Ну и детям будет тут развлечение, выход на сцену. Ну, во-первых, любовь, гордость за свою дочь. Что она реализовалась как женщина, как мама, в профессиональном плане. Она адвокат. Это очень классно, что наша мама участвует в таком престижном конкурсе. Мы всегда ее поддерживали, любим. Она очень классная, добрая, веселая. Осанка, грация и яркая улыбка. И вот они, бьюти-баталии на сцене. Изюминкой шоу стали творческие номера. В национальных костюмах на сцену вышли и дети-красавиц. Мы готовились к шоу, но достаточно немного было страшно. Потом мама сказала, что все будет хорошо. Очень благодарна за эту неделю. Это было действительно незабываемо. И я уже вернусь не такая, как была. Была очень насыщена, очень наполнена женской энергией, духовной энергией. Было здорово. На сцене не просто красивые женщины. Среди них врач, адвокат, бухгалтер, учители, даже энергетик. Серьезной профессии – дополнение к внешней красоте. Участницам нужно дать должное. Ни одна не растерялась в порой каверзных вопросах из зала на интеллект и тему семьи. Как отмечают организаторы, проект направлен на популяризацию именно тех ценностей, которые присущи белорусскому народу. Без материнства, без здоровой традиционной семьи, основанной на наших белорусских ценностях, не будет белорусского общества. Поэтому все возможности рекламирования, пропагандирования наших традиционных ценностей должны быть реализованы. А конкурс сам по себе замечательный. Женщины красивые, они со своими детками. Они демонстрируют, что многодетная семья – это красиво, это модно, это престижно. После трех выходов участниц на сцену, уважаемая жюри на полчаса отправляется в совещательную комнату. И главная диадема достается Дарье Угневенко – маме троих детей. Победительница не только красива, но и умна, с двумя высшими образованиями программиста и психолога. Миссис Краса Белоруссии 2023! Возможность проявить себя, привлечь внимание к разным проблемам, которые существуют в многодетном материнстве, в том числе лет. И для меня большая ответственность данный титул. И я буду делать все возможное, чтобы ему соответствовать, быть примером для других мам. И вдохновлять, конечно же, и выражать замечательных деток. Помимо награждений в восьми номинациях, мамам достались подарки от организаторов и денежные призы. В следующем сезоне триумфаторы займут места в организационном комитете проекта. И не важно, что корона досталась только одной, ведь все они уже победительницы. Выйдя из зоны комфорта своим личным примером, каждая показала, какая она супермама в Белоруссии. Осознанная, успешная, красивая, любящая и любимая. А любимую не отдают. Виктория Шаркова, Роман Филютич, агентство теленовостей.